Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Рекламно-информационная программа. За культурными новостями вместе с нами следит бильярдный клуб «Бест». Только уверенный в себе, спокойный и самодостаточный человек так точно бьёт по шарам. Здесь счёт идёт не на секунды, а на минуты и часы расслабляющей игры на бильярде. Убедитесь сами, приходите в бильярдный клуб «Бест». Мы по-прежнему на Лепсе 4. Заказ стола 58-74-14. Бильярдный клуб «Бест». Командная игра индивидуальностей. Приглашаем в школу бильярда детей и взрослых. Индивидуальное и групповое занятие бильярдным спортом. Культ поход. Давай культы. Твоя программа, конечно. Привет, она уже моя. Я здесь гость практически. Добрый день, конечно, вы уже поняли. Началась программа «Культ поход». Никакая другая программа с таких слов у нас не начинается. Давай культы. Николай Голиков. Николай Голиков в студии и Светлана Занько, которая объявила себя гостей. Мы сегодня будем проводить с вами эту программу. У нас, как всегда, сегодня будут интересные очень собеседники. У нас сегодня будет много призов и много интересных вопросов, на которые вам придётся ответить, чтобы получить эти самые призы. Это книги, это пригласительные билеты в театр, это пригласительные билеты на мероприятия музыкальные, это на выставки и так далее. Всё как обычно. И как обычно партнёр нашей программы – это бильярдный клуб «Бест». Это 9 столов американского пула, 6 столов русского бильярда, снукерный стол, к вашим услугам европейская и японская кухня, ежедневные скидки и акции. Клуб «Бест» – это школа бильярд для детей и взрослых. Индивидуальные и групповые занятия. Да, мы попали ещё, скажем, в выходные данные нашего спонсора в конце программы. А пока представим наших гостей. Кольтпроход практически никогда не обходится без гостей. Без интересных гостей причём. У нас вообще всегда, Коль, здесь в этой студии интересные гости. Скажи же, правда? Ну, по крайней мере, сегодня просто, я не знаю. Если не гость, то ведущий интересный. Один другого интереснее. Да. Это Нина Закалюкина, начальник учебно-воспитательного отдела Кировского колледжа музыкального искусства имени Казинина. Нина Владимировна, добрый день. Добрый день. Виктория Кожевникова, студентка первого курса отделения теории музыки колледжа музыкального искусства имени Казинина. Здравствуйте. Виктория такая барышня, просто какая-то из девятых. Первая курсница! Ну что, так красиво. У нас, кстати, есть видео-трансляция на сайте eho.kira.ru. Зайдите, посмотрите на замечательных дам, которые у нас здесь. Вика, и вы как раз в центре трансляции. Прямо в самом центре. То есть мы всегда всех правильно рассаживаем. Полина Малышева, не менее прекрасная. У нас брюнетка и блондинка у нас. Да, девушки такие. Классическое время. И Нина Владимировна привела, да. Студентка четвертого курса отделения хоровое дирижирование колледжа музыкального искусства имени Казинина. Полина, добрый день. Добрый день. Да. И Николай Гуликов тоже, кстати, имеет отношение к колледжу. Да, но меня оттуда скучили. Это было давно, когда я обижаюсь. А я совершенно не обижаюсь. Горжусь этим эпизодом своей жизни. Я не зря, кстати, проведу трансляцию, сказала. Просто те, кто подозревает, что у нас вот эти вот книги, которым мы замечательно разыгрываем билеты и так далее, они где-то вот и не здесь, и не правда. Это все правда. Вот они лежат прямо передо мной. Причем они все очень красивые. Да, замечательно в большом количестве. И я их буду представлять тогда по мере звонков. Давай так вот. Да я думаю, что мы просто потом побеседуем с гостями, а потом уже перейдем, собственно, к розыгрышу, к лотерею. А все-таки начнем с вопроса. Думаешь, с вопроса начнем? Прямо сразу. Прямо сразу. Да, 211-101 номер телефона прямого эфира. Это правильно, что ты напомнила. Потому что я всегда его забываю. 211-101 номер телефона прямого эфира. Давайте начнем с вопроса от наших гостей. Нина Владимировна. Нина Владимировна. Ну что ж, вопрос будет такой. Поскольку мы музыканты, вопрос будет, конечно, связан каким-то образом с музыкой. Ну а именно, как связано имя великого композитора русского Петра Ильича Чайковского с нашим вятским краем? Варианты. Отбывал ссылку. Родился. Женился. 211-101. Пожалуйста, звоните, я потом поясню, какие призы вы сможете выбрать. Прямо человек, который позвонит, первому поясню. Ну что, тогда теперь у нас уже вопрос к нашей гости, наверное. А вот какое такое событие в этом году случится в нашем музыкальном колледже, о котором стоит поговорить в нашем эфире? Ну, событие для нас очень важно. Я думаю, для жизни города, Вятского края тоже. В этом году исполняется 80 лет нашему замечательному учебному заведению. Так что мы имеем славные-славные традиции. Фанфары сейчас вот должны прозвучать. Да. Уже 80 лет. Кто-то гордится нам 5, а нам вот 80. Нет, это прекрасно, конечно. У нас есть телефонный звонок. И, кстати говоря, в первом часе мы тоже юбилей праздновали. Да, только там был гораздо более скромный. Да, да, да. У нас есть телефонный звонок. Алло, добрый день. Здравствуйте, меня зовут Александр. Да, Александр, какой вопрос был такой. Как у нас Чайковский связан с Вятского края? Я в курсе Петра Чайковского родился в городе Боткинске, который ходил в Вятскую губернию. Вот. Это правильный ответ? Это верный ответ. Прямо в точку. Прямо в точку, да? Там уже наши обученные слушатели отвечают. Как приятно это слышать после тех опросов, которые проводились среди студентов столичных вузов Петербурга и Москвы. А тут сразу полнадед. Тут вам не столица, тут у нас все нормально. Ну что, будем рассказывать, что у нас сегодня. Вы послушайте, какие у нас призы, и вы выберите тот, который вам понравится. У нас есть два пригласительных бета в драмтеатр. Это 14 апреля «Поздняя любовь» в 18.30. 8 апреля «Дядюшкин сон» в 17.00. Это премьера. Есть театр на Спасской «Маугли». Премьера 22 апреля в 18.00. 8 апреля, извините. 15 апреля. Восьмой уже проехали. 14 и 15.00, да-да-да. Вот такие опечаточки бывают. Это просто я по бумажке читаю. В «Тюзе», значит, у нас «Маугли» 22 апреля в 11.00. Это премьера. И два «Веронса» 22 апреля в 18.00. Пригласительные билеты также на два лица. У нас есть пригласительные билеты в «Киномакс» на две персоны, на любой фильм и сеанс. Дальше у нас идут книги. Светлана, по книгам расскажи. А давай сразу спросим у нашего слушателя, он хочет в театр или книги? Или он хочет концерт, например? Или в «Киномакс». Или в кино. Во все спектакли мы уже присутствовали. Давайте дальше. Нет, давайте определимся, концерты или книги? Концерт какой? Концерты. 23 апреля в доме Витберга будет джаз. Приедет польский коллектив, между прочим, признан. В 2014 году он был лучшим джазовым коллективом Европы. Фортепиано, бас-гитара и перкуссия. Confusion Project. Да, Confusion Project. Далее. Галерея прогресса. Галерея прогресса 20 апреля в четверг будет демонстрировать оскаровские мультфильмы. Это 2017 год. Те мультфильмы, которые были номинированы на Оскар, тоже пригласительные на две персоны. И 25-го во вторник арт-студия «Маска» приглашает на вечер городского «Романса». Так. «Романса» где будет? Это будет в областном доме народного творчества. «ОДНТ». На Витберга? На Витберга все, пожалуйста, не кладите трубку. Сейчас вам пояснят, как забрать билет. Продолжаем разговор. Можно я приглашу еще нашего победителя, слушателя, который так быстро и оперативно и верно ответил. У нас новый проект будет, презентация проекта «Мы наш новый мир построим», посвящен столетию. О нем я еще буду, наверное, говорить. Мы хотели бы пригласить вас совершенно бесплатно в наш концертный зал 17 апреля в 14.00 презентация проекта. Это концертный зал именно училища? Да, колледжа. Это будет замечательно. «Паская-15» сходить сначала по таким революционным мотивам 17-го числа, а потом 23-го на вражеский джаз сходить. На вечер «Романса». Нет, джаз был выбран. Так, как вариант. 80 лет колледжу. Как вы его будете праздновать, этот юбилей? Да, юбилейная дата, мы к ней уже готовимся. Все такие значимые концерты, события, фестивали мы, конечно же, посвящаем нашему славному юбилею. Вот уже девочки сейчас расскажут, обязательно расскажут про фестиваль «Альма-Матер», который состоялся в начале февраля с участием наших студентов. Прошел замечательный концерт, фестиваль, вернее, и ряд концертов в рамках фестиваля «Музыка на все времена» в нашем колледже. Это был межрегиональный фестиваль. И, конечно же, вот такое большое значимое событие, последнее, это вот уже 1 и 2 апреля, состоялся у нас конкурс, посвященный Владимиру Павловичу Слескову, как раз то отделение, на котором учился один из наших ведущих Николай. Николай учился у Владимира Павловича Слескова по классу Тубы. Да, то есть такое важное, значимое событие. Ну, а сам юбилей, все торжественные мероприятия мы планируем на ноябрь. Это будет первая неделя ноября, вот первая декада ноября, скажем так, 9 ноября будет уже грандиозный большой концерт, который мы будем проводить традиционно в Вятской филармонии, в зале Вятской филармонии. Он как этот концерт будет проводиться? Он только для своих узким кругом или он будет общедоступным? Нет, конечно, он будет общедоступным. У нас достаточно большой зал, концертный зал в филармонии, поэтому наш зал очень хороший, мы его любим, но он 330 мест, а там все-таки 800. Поэтому мы ждем в гости на этот большой концерт, знаковый такой концерт, значимый. И мы надеемся, что обязательно участниками этого концерта будут наши бывшие выпускники, ставшие звездами и уже на выступающие на больших каких-то концертных площадках и в России, и за рубежом солисты. Да, и мы будем разыгрывать в культпоходе, я уверена, билеты на этот концерт в ноябре месяце. Обязательно. Сейчас проверяемся буквально на полминуты, а давайте перед перерывом вопрос. А вот давайте пусть Полина задаст вопрос. 211-101. И пусть люди подумают. Тогда для вас еще один музыкальный вопрос. Композитор Бах Бетховен написал свою девятую героическую симфонию и посвятил одному очень великому человеку. Итак, варианты ответа. Это был Наполеон, Кутузов или Жуков. Дирижер хорового отделения. Хоровое дирижирование, да, Полина? Что ж. Задает вопрос. Через полминуты. У вас есть 40 секунд, чтобы подумать. Дай мы вернемся в студию. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. За культурными новостями вместе с нами следит бильярдный клуб Бест. Культпоход. Продолжается программа. Продолжаем программу. У нас, напомню, висел такой вопросик. Кому посвятил Бетховен свою девятую героическую симфонию? Правильно сказал, да? И у нас уже есть желающие на этот вопрос ответить. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Елена. Елена. Кому же посвятил Людвиг Ватт Бенховен свою девятую героическую симфонию? Ну, пусть будет Кутузову. Нет, ответ неверный. Но у вас есть еще один шанс. Комментировать еще, Полина. Какие остались варианты? Остался у нас Наполеон и остался еще Георгий Константинович Жуков. Тогда Наполеону. Наполеону. Надеюсь, это правильный ответ. Бинго, да? Ну что ж, тогда вы как... Да, Елена, что выбираете? Давайте сориентируемся. Книги, концерты или театр? Или кинотеатр? На Спасскую. На Спасскую. На Спасскую. На Спасскую у нас есть премьера Маугли в 11 часов 22-го. И есть два Веронца в тот же день в 18.00. Маугли. На Маугли премьера. Все, не кладите трубочку. Вам объяснят, как эти билетики положить. Получить точнее. Спасибо. Вычеркиваем. Вычеркиваем. Вот видно, что люди уже, ты понимаешь, звонят и как-то свой культурный досок действительно планируют. Благодаря нам. Благодаря нам планируют. А во-вторых, все-таки благодаря нам они заглядывают в свои гаджеты. Понимаешь, как бы и сами вспоминают, и другим напоминают. Кому же все-таки посвятил Бетховен свою девятую героическую симфонию. Это же приятно и полезно. Все совмещается вполне. Ну что, раз у нас уже Полина зазвучала. Полина, давайте поговорим про вот этот фестиваль Альма Матер, про который уже нам тут немножко Нина Владимировна рассказала. Этот фестиваль, он берет свое начало с 2008 года. И связан он с инициатором его был Семешкур Владимир Иванович. Он именно предложил так назвать. В этот фестиваль проводится каждый год, уже стал хоровой нашей традиции. А где он проходит? Он проходит на разных площадках. Сначала он начинал проводиться в колледже и в библиотеке имени Герцена. А уже в этом году, в феврале, он проходил и в Герцена, и в Александровском костёле. И в костёле ещё. Да, такой большой масштаб у нас был, потому что участвуют в нём не только выпускники нашего колледжа, но и сами участники с первого по четвёртый курс, студенты. И также принимают участие и учителя. То есть даже программу, номера, которые мы поём, они разнообразны. Это и произведения каких-то классиков, и также могут быть обработки народных песен и самая современная музыка XX века. Вот так вот. А почему вы говорите нашего хорового? Это только хоровое отделение? Да, это только хоровое отделение. Но иногда используются с инструментальным сопровождением, и тогда уже приглашаются с других отделений выпускники и студенты. То есть если требуется инструментальное сопровождение, то вы со стороны не зовёте тоже выпускники нашего колледжа, да? В этом году масштаб был шире, конечно. В этом году год юбилейный, поэтому особенно широко был фестиваль представлен, и не только хоровики, не только вокалисты. Вот приезжали из Санкт-Петербурга наши выпускники отделения «Эстрадные инструменты». Вот, и Костя Андреев нас порадовал, сексофонист наш, бывший, значит, своими концертами. И очень большую роль вот играет у нас Максим Бабинцев. В последнее время он выпускник двух отделений колледжа. Он учился на духовых инструментах, а также он заканчивал отделение теории музыки. И он сейчас молодой композитор, студент Московской консерватории. Вот он приезжает сам и привозит своих друзей, музыкантов, которые родом не из Вятки. Поэтому вот масштаб вот так расширяется, растём. География ширится. Да, да, да. Чему мы очень рады, конечно. Ну, вообще, конечно, выпускники нашего училища, они по всей России. Вот так вот, куда они приедут, везде кто-нибудь есть. И везде на хорошем счету, что интересно. То есть вот эстрадный джазовый отдел у нас прекрасное было совершенно до сих пор. Да. Как бы очень много людей. Традиции сохраняем, конечно же. Самое главное, что ребята вот хотят сюда приехать. Ведь ребята это молодые музыканты, молодые им до 30 лет. То есть они сейчас где-то учатся в каких-то питерских, московских, нижегородских вузах. Из Казани могут приехать. То есть вот. И самое главное, что это ежегодно. Просто большую роль играет именно хоровое отделение. Потому что они всегда, вот они в любой год, они всегда. И композитор у нас есть уже на хоровом отделении тоже. Рустам Мамедов, молодой начинающий композитор. Он учится в Нижегородской консерватории. И последние годы он как бы рулит. Вот сейчас такое модное слово, да. Вот он действительно, ну, организатор. Он джазовый? Нет, нет. Он композитор современный. А то я бы хор-то наш, который джаз исполняет, с удовольствием послушала. Нет, у него другое немножко направление. Ну, такая музыка современная, конечно. Это музыка 21 века. Вот Рустам тоже молодец. Так, ну теперь, я думаю, очень давно у нас не слышен был голос Вики. Вика, может быть, вы зададите вопрос для начала? Да, хорошо. Я предлагаю слушателям такой вопрос. Кто из этих великих композиторов, которых я сейчас предложу, относится к венским классикам? Моцарт, Вивальди или Шуберт? Моцарт, Вивальди или Шуберт. Кого из них относят к венским классикам? Кого из этого композитора? Интересный вопрос. Интересный вопрос, я думаю. Будет интересно. Я вот все смотрю на Вику и думаю, на кого она похожа? Она похожа на актрису, которая играла девочку в фильме «Два капитана». Ты помнишь? Вот такой же ты помнишь. Вы не смотрели? Да, да, да. Обязательно посмотрите советский фильм «Два капитана». Это потрясающая история, великолепный фильм. Вика, и что интересно, несмотря на то, что вопрос у вас довольно-таки специфический, уже желающие на него ответить появились. Давайте послушаем, что хотят предложить. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Наталья. Ну так кто же из этих венских классиков? Шуберт. Шуберт? Нет, это неправильный ответ. Так, ну что, мы дадим, как всегда, второй Шуберта. Арт-студия «Маска» приглашает на вечер городского романса 25 апреля в областном доме народного творчества. Дмитрий Пуртов, победитель лауреат многочисленных всероссийских международных конкурсов, сопровождение группы «Пуртов Бэнд», там бас, гитара, гитара, ударная и труба. В программе песни Аркадия Северного, Петра Лещенко, Владимира Высоцкого, Леонида Утесова, Марка Бернеса и Михаила Круга. Такой вот романс у нас вечером. А вы не подскажите, где и когда? 25 апреля во вторник в областном доме народного творчества. 18.30. Давайте, наверное, на романс. На романс, прекрасно. Романс уходит. Да, редактор вам подскажет, как получить билеты на это мероприятие. Ну что, Света, тогда теперь уже твой вопрос. Можно я пока не буду задавать свой вопрос, а послушаем твой музыкальный. Ну ладно, но у меня музыкальный вопрос не классический, как всегда, поэтому как бы... Ну я не думаю, что музыка, она везде музыка и всегда. Я попрошу включить маленький фрагмент. Я думаю, те, кто следит за музыкальным процессом, конечно, узнали голос Криса Корнелла, солиста группы Soundgarten. И не только Soundgarten Audio Slave, он пел со Slash, он пел с Элисом Купером, с кем только он это ни делал. Но самое интересное, что при том, что группа довольно-таки агрессивная, сам по себе Крис Корнелл в детстве был подвержен депрессиям. Был очень человек скрытный, закрытый иногда месяцами, а однажды даже целый год просто из дома не выходил. Представляешь, человек сидел дома целый год, да? В детстве? Да, ну в юности, послешкольные годы. И вот целый год, что же он делал дома-то? И три варианта ответа. Он сидел, играл на барабанах, он сидел дома и пел, или он сидел дома и играл на гитаре. Вот тот ответит правильно, тот получит наш следующий приз. Нина Владимировна, поняли, за что Голикова выгнали из училища? Или он сам ушел к кому? Куда? На самом деле, у меня нет, я зря сказал, выгнали, а сам ушел просто. Конечно. Мы учились вместе с Джеки Перминовым. И вы оба. Он по классу Габоя, да, я по классу Тумы. Мы решили, что гораздо легче, чем дуть в эти дудки. Мы пойдем на Хорово-Дирижерское в Культ Просвет и получим точно такой же диплом. Джеки, по-моему, получил, а я ничего не получил. С 211-1, пожалуйста, отвечайте. Выбирайте замечательные призы сегодня. У нас есть еще театр. Целых два театра. У нас есть галерея прогресса с замечательными совершенно ретроспективами мультфильмов. Оскаровских номинантов 2017. У нас есть потрясающие совершенно книги, о которых мы еще не рассказывали. Но я надеюсь, что позвонивший сейчас человек, он книгу как раз и выберет. Я тогда расскажу. Ты думаешь, что любители Криса Корнелла любят читать книги? Ай, ты вот любишь. Я люблю, да. Так что в тебе же это сочетается. Значит, может, ты с слушателями тоже сочетаешься. Так, ну что, тогда ответим на звонок, да? Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Никита. Никита. Никита, отлично. Ну так чем же занимался Крис Корнелл, когда целый год сидел дома? Игра на барабанах. На барабанах. Ответ совершенно правильный, вы угадали. Вот так вот. И небось Никита любит читать. Никита, вы любите читать? Да. Вам рассказать, какую книжку вы можете получить за свой правильный ответ? Давайте лучше Киномакс. Киномакс. Ой, Свет, ты не угадал еще от любителей Криса Корнелла. Хорошо. Это твою страшную тайну, кстати, по поводу ответов. Но все три варианта были ответа правильные, потому что он делал и то, и другое, и третье. Ты добрый человек. Я добрый человек. Я всегда хочу, чтобы люди быстро угадывали. Никита, значит, билеты в Киномакс ваши. Не кладите трубочку, вам редактор объяснит, как вы их получите. Ну что, вернемся к нашему музыкальному колледжу. Вернемся к вашему музыкальному колледжу. К прекрасной классической музыке. Вот меня, кстати, интересует этот вопрос. Я не знаю. А есть у вас, девочки, какие-то занятия в колледже, которые как раз соответствуют не классическим вкусам, а может быть, это уже и классика? А есть у вас джазовые какие-то занятия? Есть у вас занятия, которые посвящены року, металлу? Что сейчас еще? Я с вами... Рэпу! Сразу понятно, слушай, из какого мы с тобой поколения, Коля. Мое поколение сейчас поет рэп. На самом деле, в нашем колледже у эстрадного отделения есть такой предмет, как основа джазовой композиции, где именно они этому учатся, так как это является их специальностью. Они учатся прямо исполнять. Они учатся сочинять джаз. Я что хочу сказать, у меня сын учится в музыкальной школе, вот то, что он играет... Нет, не на тубе, он играет на пианино. На габой. На пианино он играет. И то, что я когда учился в музыкальной школе, исполнял, разница значительная, потому что когда мы учились, да, у нас там, условно говоря, ничего джазового даже близко быть не могло. Сейчас они играют композиции, в которых такие гармонии красивые. Это вот конкретно джазовые вещи, такие с американским, таким душком, с негритянским, очень красиво. Так что все расширяется. Хотя это как бы преподносится, как это логическое искусство. Это ты рассказываешь. Подожди, я хочу узнать, где еще добавить. Я вообще про музыкальную школу говорю. Я просто представляю себе хор просто училища Казенина, который, понимаешь, эти ритмы. Как 20 слепых мальчиков из Алабамы, да? Вот то, что вы предполагаете, такое возможно в ансамблевых курсах. У нас у каждого курса на отделении есть ансамбль. Первое, второе, третье, четвертого. И вот как раз у нас сейчас гастрольный сезон идет. Мы приглашаем вас на концерты 20-21 апреля в здании колледжа. Будет днем, а не только проходить. И мы исполняем совершенно разную музыку. И с притопами, и с прихлопами, и с джазовыми гармониями. То есть как ты просила? Да. То, что в учебном процессе у нас есть курс гармонии со второго курса. И начинается он с классики, а заканчивается совершенно разными направлениями. И вот, например, когда нам нужно сыграть какую-то последовательность, нас специально просят добавить какие-то элементы джаза или рока, или что-то еще какого-то другого направления. Хорошо, хорошо. То есть вы как бы, когда выйдете из училища, будете готовы ко всему? Да. Сейчас мы узнаем, к чему на самом деле еще готовятся. Потому что вот это все, что называется, школьная программа, да, студенческая программа. А чем занимаются студенты колледжа во внеурочное время? Сейчас вот мы разберем этот вопрос, но после небольшой рекламы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. За культурными новостями вместе с нами следит бильярдный клуб «Бест». Культпоход продолжается с Ниной Закалюкиной, начальником учебно-воспитательного отдела Кировского колледжа музыкального искусства имени Казенина, с Викторией Кожевниковой, студенткой первого курса этого колледжа, и Полиной Малышевой, студенткой четвертого курса колледжа. У колледжа юбилей, 80 лет, масса мероприятий. В ближайшей неделе, на следующей неделе будут концерты хорового отделения, в частности. Полина приглашала туда. Какого еще раз числа, Полин? 20-го и 21-го апреля. В дневное время, да? Во сколько это начало? В 12 часов в здании колледжа, а наш сольный концерт был в библиотеке имени Герсена в 18.30. Тоже открытые двери, тоже свободный вход. Конечно, конечно. Можно с детьми прийти, особенно кто в музыкалку ходит, и послушать. Это замечательно, конечно, вдохновляющее должно действие такое. Мы готовим сейчас мой вопрос. Вы приготовили уже, я смотрю, на звукорежиссера. Так можно запускать, да? Вот сейчас прозвучит композиция группы, которую организовал человек, которому сегодня исполняется 66 лет. И вопрос будет такой. Назовите имя этого человека. Смотрю в окно, все хорошо, ползет червяк, лягушка хватает, утенок кряк, сердечко бряк. Ну почему мне все не так? Есть телефонный звонок, я вижу, что есть телефонный звонок, уже, видимо, узнали человека. Итак, меня слышно. Давайте выключим на той стороне. Сделайте, пожалуйста, у радиоприемника, у вас будет хорошо слышно. Этому человеку сегодня исполняется 66 лет. Алло, добрый день. Алло. Алло. Слушателя нет. Перезвоните, пожалуйста. Он, видимо, вместо радиоприемника выключил звук телефона. 211, да, 211, и мы предложим вам наши призы. Ну, я думаю, пока он перезванивает, я просто напомню еще, что у нас среди наших призов есть прекрасный, совершенно прекрасный билет в галерию прогресса. Там будут показаны пять мультфильмов, номинированных на премию «Оскар» 2017 года. Вот, эта программа будет 20 апреля, 19.00. Те, кто ответит правильно на наш вопрос, сможет на эту программу попасть в том числе. Но это не единственный приз, который у нас есть. Ну что, снова, да? Да. Здравствуйте, сейчас будет удачнее, наверное. Здравствуйте. Меня зовут Олег. Олег. Кто же этот человек, который так трогательно сейчас нам пел про разных животных? Это Петя его зовут. Петя его зовут, конечно, да. Его всю жизнь будут звать Петя. Это Петр Мамонов, я думаю, ответ принят. Да, конечно, Олег, ответ принят. Что вам предложить? Театр, книги, есть еще один концерт у нас есть. А Каренин есть? Галерея прогресса. Что есть? Каренин. Каренина нет. Нет, Каренина нет. В театре на Спасской только остались два Верунца 22 апреля. И дядюшкин сон в драме. Хорошо, давайте на два Верунца. Два Верунца, отлично. Два Верунца театра на Спасской. Вот я хочу сказать, театр на Спасской, активно который посещает культ поход. Да, спасибо, пожалуйста, не кладите трубку, да, поговорите с нашим редактором. Активно посещает наш культ поход. Вот они добились своего, Коль. Ты видишь, как разлетаются билеты театра на Спасской, да? Но я хочу все-таки, и это правильно, что меня просит наш редактор, все-таки рассказать про книги, которые лежат у нас на столе. У нас четыре книги на выбор сегодня, еще будет вопрос, и можно будет выбрать. Это книга Александра Кабакова «Старик и ангел». Замечательная грустная история о жизни, прошедшей впустую. Без любви, без души, без смысла. Замечательная книга. Но важно, что заканчивается тогда. Все замечательно. Есть место чуду в этой жизни. Она, в конце концов, вдохновляющая. Значит, книга «Каждой твари по паре. Секс ради выживания». Вы знаете, в общем, интересно, правда? Захватывающая и шокирующая книга, да. Захватывающая и шокирующая, на самом деле. По крайней мере, если вы слушали программу «Дай почитайте» Ксении Станиславовны Лицаревой, равнодушным остаться совершенно невозможно. Дальше «История лошади в истории человечества». Прекрасная совершенно книга поклонникам, на самом деле, людям, которые увлекаются лошади. Людям, которые просто любят лошади. Должна взять, да. Эту книгу, которую написала историк и полок Вера Курская, она рассказывает о лошадях от древних царств до современных, абсолютно разных, и о величайшем разнообразии современных пород, и о верховой езде, и об упряжи, обо всем, и обо всем. Кто любит лошадей, пожалуйста, книга совершенно чудная для вас. Уилл Грейсон. Уилл Грейсон. Это название книги. Это название книги. Это не два автора, это название книги. Да, написал ее Джон Грин. И Дэвид Левиттон. Тоже? Два автора. Два автора, да. Джон Грин и Дэвид Левиттон. Уилл Грейсон, да. Да, и тоже была у нас эта книга в «Дай почитать». История про двух мальчиков, которых зовут одинаково, ну не мальчиков, а юношей, да? Юношей, да. Которых зовут одинаково, а жизнь у них совершенно разная сложилась. Тоже такая, не буду сейчас углубляться. Ну это, скажем так, это книга для родителей и подростков. Для родителей. Да, для родителей и подростков именно, которая поможет. Если каждой твари по паре книга для родителей, то это книга для родителей и подростков. Без подростков, да. Книга скорее для родителей и подростков. Да, 211-101. Давай зададим вопрос сразу, чтобы выиграть. Это я. Ты, ты. Ну я тогда немножко еще попрошу включить фрагмент композиции. Это снова голос Криса Корнелла. И он поет вместе с группой Soundgarden композицию, которая сделала их знаменитыми. Она называется Black Hole Sun. Ее трудно перевести на русский язык. То ли это чернодыровое солнце, то ли солнце в виде черной дыры не так важно. Но это вещь, которая заняла первое место в фит-парадах и принесла им граммиза Лушуру песню. В 94-м году это было давно. Но самое интересное, что песню эту пели очень активно. У нее такой запоминающийся, легко ложащийся припев со словами. Но никто так никогда и не понял, о чем эта песня, собственно говоря. И однажды всем надоело. И они просто взяли Криса и спросили, а о чем, собственно, ты песню-то нам написал, да? Я вот сейчас дам три варианта его ответа. А вы выберите тот, выберите те слова, которые на самом деле сказал Крис Корнелл. И вот так его спросили, слушай, о чем эта песня? Он сказал, о любви. Второй вариант. Он сказал, это о Куртика Бэйне? Ну, они из одного города. И третий вариант. А черт его знает, сказал он. Вот тот, кто скажет, как правильно он прокомментировал свое произведение, тот, собственно, и получит наш следующий приз. У нас есть телефонный звонок. Тут еще не дожидаясь вопросов уже, да? На связи, да. Слушатель на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Олег. Олег. Мне кажется, это о Куртике Бэйне. Вы знаете, эта версия ходила, но Крис Корнелл ее отверг, поэтому этот ответ неправильный. Значит, осталось два варианта. О любви или о черт его знает. Давайте о черт его знает. Совершенно верно. Потому что, когда его спросили, он говорит, я сам не знаю, как-то вот оно написалось, я до сих пор не понимаю, о чем. Но на самом деле, очень слова тех, кто знает английский язык, они очень такие прилипчивые, легко ложатся на язык, и хочется повторять, повторять и повторять. Олег, ну что ж. Книги из «Читай города», которые мы только что презентовали с Николаем Горьковым, есть драмтеатр на эти выходные оба дня, и 14, и 15 апреля можно сходить в драмтеатр. Есть галерея прогресса. Есть галерея прогресса, да, с мультиками оскароносными практически. Давайте в галерею прогресса. Галерея прогресса. Мультфильмы, прекрасная программа совершенно. Я думаю, что вам очень понравится. Нам всегда хорошая программа короткометражек. Не кладите трубочку, вам расскажут, как попасть на этот показ. Ну что, мы перейдем к нашему вопросу, который мы задали еще, по-моему, 15 минут назад. Вика, вы еще помните, о чем мы вас спросили? Помните? Мы спросили, а чем же у нас студенты занимаются, помимо того, что учатся-то еще? Помимо учебы, мы также проводим свой досуг очень весело и интересно. Я хочу рассказать о таком проекте. Это совет СУЗов. Туда входят студенты из всех средних заведений нашего города. И у них был достаточно такой интересный проект. Проект назывался «Школа самостоятельной жизни». Мне кажется, он как раз был полезен для иногородних студентов, которые приехали в город и проводилось 6 лекций по совершенно разным темам. Это была и коммуникация, и... Ну, вообще, абсолютно разные темы, которые очень помогли. Адаптация в городе. Какие-то дешевые магазины, которые были бы полезны студентам. Вот. И сейчас они также организовали проект «Школа творческой жизни», где они учат жить студентов креативно. Это что значит? Какие-то идеи свои воплощать. Как учат? Ну, каждый раз тоже проводят лекции разные студенты. Например... То есть студенты же проводят лекции? Да, студенты проводят лекции. Например, в этот раз была лекция у студенток художественного училища. И они учили там рисовать что-то такое. Я точно не знаю. Творчеством заниматься. Творчеством заниматься. Воплощать свои идеи как-то в различных творениях. То есть не только как бы... Если вот вы студент музыкального колледжа, да? Мы можем это в музыке воплотить. Они учат и на бумаге, и как-то... В том числе, это вам тоже интересно, что вы можете там в свободное время не только на инструменте играть или петь, но можете там рисовать, например, да? Танцевать. Благодаря этому проекту можно многому на самом деле научиться. Студенты очень талантливые и очень доступно все объясняют каждому. То есть самим-то вам интересно? Да, очень. Очень интересно. Так как мы одинакового возраста, мне кажется, так даже легче усваивать вот этот вот материал. Понимать, усваивать материал. Понимать. Это прекрасно. И все-таки у меня вопрос, Канине Владимировне. Сколько у вас рок-групп в колледже музыкальном? Вот я сейчас затруднююсь ответить, потому что у нас есть студенческая самодеятельность, и действительно есть ребята, инициативные ребята на отделение эстрадных инструментов, эстрадное пение. Они привлекают, естественно, тоже. Вот они... Ну, три, это точно. Три рок-группы. Да, да, да. В колледже, в колледже, там внутри колледжа. Не говоря о сторонних проектах. Нет, это то, что они уже в других проектах, в других группах работают, это совершенно точно. Все студенты у нас настолько востребованы. Со всех отделений они везде работают. Но вот если мы речь ведем о рок-группах, да, у нас есть такие ребята, которые занимаются рок-музыкой. И причем там ведь тоже разные направления, как бы вы понимаете, да. И самое интересное, что вот мне сейчас сразу пришло на ум, в 8 марта, в Федерии 8 марта, я их на студсовете просто попросила. Вот ребята, вы традиции поддерживаете. У нас традиционно поздравляет коллектив, а у нас в основном женский коллектив. И, конечно, девочек нашего колледжа поздравляют всегда именно студенты этого отделения. В этом году они подготовили так интересно все, именно своими силами. Они абсолютно без участия преподавателей, мужчин, сами. И новая группа перед нами предстала. Причем очень... Девочки. Две группы предстали. Да, две группы предстали. Да, ну, об одной мы как-то осуществление одной мы знали, вторую мы еще не очень так понимали. Вот так. Так что студенческая жизнь кипит. Мы их пригласим в следующий раз, и они нам что-нибудь сбацают. А мы тогда будем спрашивать про Бетховена. Спасибо. Это была программа «Культпоход». Представители колледжа музыкального искусства имени Казенина были у нас в гостях. Нина Закалюкина, Виктория Кожевникова и Полина Малышева. Николай Голиков. И Светлана Зинько. До свидания. До свидания. Я скоро вернусь. Культпоход.